Татарстан является тем благословенным уголком, где мир и единство являются у нас в России, так как и во всей России, но особенно у нас в Татарстане. И хотелось бы пожелать, обычно спрашивают, а что же вы пожелаете? Я пожелаю самого главного, о чем пели ангелы – это мира. Это мира, чтобы мир был в душах, мир, когда на душе мир и спокойствие, тогда во всем будет радость и счастье. А этот мир может быть только тогда, когда человек примиряется своей праведной, чистой жизнью с Богом, с окружающими его людьми, чтобы мир был в домах у каждой семьи, чтобы все понимали и поддерживали друг друга, чтобы мир у нас был в России. И особенно, еще раз повторяю, как у нас в Татарстане, обычно в наши времена задают вопрос, как удается сохранить в России мир межнациональный, межконфессиональный. А я говорю, а вы приезжайте лучше всего к нам в замечательный уголок России – Татарстан. И вы увидите в некой степени модель добрых взаимоотношений мира и согласия между людьми разных конфессий, национальностей и этносов. Татарстанцы, я желаю вам, конечно же, моя паства, православные христиане, то, о чем я сказал выше, но не только, я желаю всем татарстанцам, всем, без исключения, и православным, и неправославным, чтобы мир сошел в ваши души, в ваши семьи, чтобы единство, которое у нас есть, было бы и в новом году наступившем таким же мирным и благополучным. Чтобы ваши детки были счастливы, чтобы вы любили друг друга, ну и как вечно всегда, я говорю, что прожали-то побольше детей, чтобы у нас было. Храни вас, родшиеся в Вифлееме, Господь Иисус Христос, на многое, благая, мирное и благословенное лето. С праздником всех вас, мои дорогие! У вас тоже с праздником, Владыка, дорогой! У вас сегодня четвертое богослужение! Откуда вы черпаете силы? Это же невозможно! Но все же оттуда! Для чего же, да? Христос ведь сошел там, где Бог, и там, где человек соединяется в молитве с Богом, там силы, которые по-человечески очень трудно объяснить. Владыка, а почему вы выбрали этот храм и ночную службу? Но вы знаете что? Во-первых, вот я служу все время в разных храмах. Я думаю, что это будет, пожалуй, верный путь для того, чтобы прихожане, верующие в разных храмах видели своего архипасторя. И для меня нет менее важного или более важного храма. Там, где совершается молитва, будь то где-то в далекой сельской, занесенной снегом местности, или в столичном храме, или в таком благоукрашенном, как здесь, ведь он недавно совершенно отреставрированный, возвращенный к жизни, к молитве. И он достоин, чтобы здесь, в эту рождественскую ночь, была совершена архиерейская служба. Владыка, позвольте уточнить, а здесь впервые проводится литургию под Рождество? Нет, под Рождество, да, нет, не впервые проводится. Но архиерей, митрополит впервые здесь служит, именно в рождественскую ночь. И вообще-то, я думаю, потому что ведь он же не был кафедральным собором, может быть, и впервые в истории этого храма, именно в рождественскую ночь, митрополит совершает богослужение. Скажите, праздником, дорогой Владыка. В России и Рождество в Израиле, вы же там были и не раз, вообще в других странах, сильно отличается? Рождество нигде не отличается. По крайней мере, мы в шубах. Да, я имею в виду другое. Смысл Рождества заключается не в шубах и не в морозе, или не в морозе. А суть Рождества заключается как раз в самом Рождестве. Христос – это Сын Божий. И поскольку Он является Сыном Божиим, то для Него нет ни пространства, ни времени. И праздник Рождества, он одинаков. Что в далеком, в далекой Палестине, что где-нибудь я был в Аргентине, как далеко отсюда. И там же-то уже Рождество. Ну, а то, что где лето, а где зима, это не столь важно. Ну, там тоже есть вот такие же пещерки выстраиваются, да? Ну, вы знаете, что это уже все-таки символы, приближенные к нашим народным. Но вот такую пещерку устраивают где-нибудь в Аргентине. Там снега нет в это время, там же лето. То же касается, что в Палестине, в Иерусалиме или в Вифлееме, там тоже другие традиции есть. Но самое главное – остается суть Рождества. Ну, если уж говорить о Вифлееме, да, где встречается торжественная процессия с Иерусалима, огромное количество духовенцев, впереди символизирующие волхвов на лошадях едут такие три человека. Они так одеты, как волхвы. Это из Иерусалима в Вифлееме, это примерно процессия, это идет там, ну, не знаю, может быть, километров 40, 30, да? А перед площадью храма Рождества Христов в Вифлееме построится огромное количество народа. И вот вы сидите, и играют такие духовые оркестры, такие пищали. Вот посмотрите, по телевидению, наверное, покажут. И удивительное дело для нас – это уже не наша традиция, да? Вот мы с вами стоим, тишина и колокольный звон. А там все торжественно, все сияет. Это обычно днем, накануне Рождества. И вот духовые оркестры играют такую музыку восточного типа, но связанную с религиозным назначением. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.